Учили бесплатно, ни копейки не платил. Студент был, получал 48 рублей с производства. Академию кончал, бесплатный институт. Потом еще университет кончил. Почему? Потому что надо, чтобы был интерес у человека какой-то. А сегодня чего у нас интересует? Идет школа с пивом, 5 класс. А курят почему? А вот я в училище поступил в 50-м году. И нас выстроил директор, за газа был такой. И говорит, кто курит, идите заберите документы. Подставляете, как был четко и строго. А как же молодой человек, кто пойдет забирать документы? Потому что он хочет учить, он хочет работать, он хочет профессию получить. А сегодня молодежь у нас стремится к этому. У нас все хорошая молодежь. Где хорошая молодежь? Почему мы в школах трудовой закрыли? Вот во второй школе. Трактора были, все учили. Ребята учили, и столярному делу, и механики выходили. Сегодня школы кто выходит? Кто выходит из школы у нас? Кто? Молодой человек 17 лет кончает. В школу нет профессии. Болтается, болтается, если в армию попадет, там год. Ничему не научат. Ну посмотрите. Вот я. Кончил училище, кончил институт. Потому что был стимул учиться. Рабочему человеку. Все было. Я работал на промысле. Я чувствовал, что я был. И я получил зарплату больше, чем секретарь райкома. Меня, когда в Туймазинскую райком предлагали секретарем быть, я не стал. Почему? Потому что зарплата у меня выше оператора была. Шестого разряда, потом седьмой получил. Выше, чем секретарь райкома в ЛКСМ. Но пенсия вас сейчас устраивает? Пенсия устраивает? Устраивает. Устраивает. Это какая пенсия? А? У меня сейчас 15 тысяч пенсий. И вам хватает? Мне? Жена и я, нам двоих хватает 30 тысяч. Ну, немножко еще и есть. Ну да, 30 тысяч, наверное, на двоих хватает. Ну, хватает. А если куда выехать? А? Если куда выехать? Так это вы на севере отработали, да? Я, в общем, стажер, 53 года северный у меня общий стаж. А если взять, как этот придумал придурок наш, который последний, это сейчас, как его фамилия, да, сейчас на Украине. Посол. Как его фамилия? Ну, вы же не знаете правительство наше, а хотите чего-то? Ну, вы говорите посол, я не знаю. Я уже, видишь, старый стал. Фамилия путаю. А? Илакевич? Нет, этот сам. Старый друг. Я был шефом когда-то четвертой школы у него. И он приходит, все время курит, да? Курит. Понимаете, курит? Кто курит? Знаете, что, да. Он сейчас не курит. Курит? Нет. Да не надо, я его встречаю недавно, а? Ну, интересно, главное, он бросил курить. Неужели? Работа нервная. Тогда я ему это памятник поставлю, что он бросил курить. Я его сколько встречал. Вот в садике, видели, это школа номер два, был теплица, да? Видели, что было с нее? Смотрю, дети лазают. Вот такие маленькие. На вторую этажку, это железная лестница, да? Встреча у нас одна. Окна открыты, двери раскрыты, все, забора нет. А дети вот такие, со всех дворов, да? Я позвонил в телевидение. У нас же телевидение что показывает в основном, да? Все хорошо, все прекрасно, все хорошо. Да? Хорошо? Да, да. Наша телевидение? Да. Неправда. Стрижевская. Неправда показывает, она нормальная. Я лично эту встретил. Критически она показывает. Ну, мало, чуть-чуть. О бардаках у нас, я вам скажу, могу рассказать на целую вот такую книгу. И как они принимают меры, как они ремонтируют дома, да? Вон наш дом, могу сейчас показать. Перемычки вынули, кирпичи разобрали, и все. Это называется ремонт. Сейчас рушится, да? И со временем разрушится. Ну, как закончились, я недоволен. Да? За кого вы согласовали сами? Ну, ребята... Если можно спросить. Если можно. Почему бы нет? Я ничего не скрываю. Потому что то, что восстановили советскую, не советскую власть, а Россию, кто должен кому благодарен быть? Вот тем, которые вышли... Не Ельцин, а этот... Путин, блин, сразу забыл. Ельцин, Путин. Или я поверю Путину? Как вы думаете? Ну, не знаю. Нет, ну, вы меня спрашиваете, а я у вас спрашиваю. Как вы думаете, кто прав? Нет, я могу сама про себя сказать. Я же не могу за вас сказать, кому вы поверите. Я поверил вот Путину. А вы поверили Немцову? Вот он созывал там на Белый, там на площади, на Болотный, там везде он собирал. Ну и что из этого? Ну, а вам нравится то, как сейчас? У вас сыновья есть? Есть. И правнуки есть у меня. И пять правнуков. Вы спокойны за то, что если его не заберут завтра в милицию, что с ним ничего не произойдет? А вот это совсем другой разговор. Это уже о милиции надо говорить. О полиции теперь. Оно все в одно. Вот смотрите, если президент может нарушать закон, хоть ныне действующий, хоть кого избрали, которого избрали, если они себе позволяют нарушать закон и конституцию, то все на это смотрят и все считают, что так просто. Где он нарушил Путин? А начиная от того, что он не имел права избираться сейчас. Кто это вам сказал? Начиная от этого. Почему-то? Извините, срок прошел, он премьер-министром был. Как это его... Это бы... Молчи! А что вам не брать? Да хвост от тебя... И чё? Москва выглядела 5 марта, как оккупированный город. А этот чё, из-за этого что ли? Так наоборот против. А-а, против. Смотрите, чтобы мы хотим так жить. А вы за Путина? Да, слышала, слышала. Он не ортопритал на вооружение этой милиции, войсках, чтобы подавлять работников. О да, да, да. Возьмите вот распечатки друзьям, друзьям своим, дайте особенно пожилым. Вот разные. Нам советский лавич квартиру давали, а этот все отбирает. Так, сейчас еще по два, еще другие... А Путина, а медведь сказала, что нас много развелось, надо удавить нас. Ага, пенсионные рощи, много стали. Пошли, нет. Вот тут еще вот прикол. Долго живут, она сказала. А еще же Гаваня хвасталась, что пей еще добавить, а журналисты память ночью говорят, а прикол, вы знаете 1 апрельский? 3-4, вот прикол, 1 апреля. Было 7, должно было. 3%, ну ладно, спасибо. Прямо повеселили. Раз, два, раз, раз, раз. А что тут? А что тут будет, а? Ждут там кого? Они вот это. Какой-нибудь игрой, что ли, или?